Друзья, всем привет, меня зовут Хандошка Сергей, я профессиональный боец ММА, выступаю в лиге ACB. В этом видео мы поговорим про процесс гонки, самый эффективный, самый тяжелый, самый важный процесс. Я расскажу, как гонять вес, если у вас взвешивание и день боя в разные дни. Принципальная разница в том, что у нас есть время восстановиться у нас сутки, а иногда если турнир вечером, а взвешивание сделать утром, то, считай, полтора дня есть. Поэтому уже можно на последние дни оставлять больше килограмм, так как у нас есть время восстановиться хорошо и привести себя в боевое состояние. Здесь также, здесь у нас в основном за месяц диета мы убираем лишние килограммы, чтобы в последнюю неделю не страдать, потому что в основном последние килограммы мы оставляем на последние 7-6 дней, как раз когда начинается так называемая заливка водой, когда мы пьем много литров воды. Там у всех разные цифры в зависимости от веса, как уходит, сколько надо гонять, то в средние цифры, наверное, по дням это 4-6-8-8-8-2-0. Получается, мы убираем весь соль и сахар из нашего рациона очень строго и начинаем заливаться водой. Получается, у нас метаболизм разгоняется, почки просто работают с бешеной скоростью, и когда мы начинаем убирать воду в последние дни, она у нас все равно продолжает уходить из наших внутренних запасов. И вот уже тут очень важно диету правильно держать и пить воду. Это, конечно, тяжело, особенно по 8 литров пить, от дома тяжело, но отойти опасно, потому что там везде надо с собой горшок таскать. Но очень хорошая сгонка водой, очень хорошая. Но вы должны понимать, что нет сгонки, которая пройдет легко в профессиональном виде спорта. И многие меня пытаются узнать, а расскажи, как ты гоняешь. Думаю, что у нас у профессионалов есть какие-то суперсекреты, что мы вообще не теряем силы, гоняем по 500 кг и чувствуем себя очень хорошо. Нет, мы так же умираем, мы так же страдаем. Я видел очень много, как ребята при мне падали в обморок, их поднимали, проводили в чувство, и на следующий день они дрались и подпишляли на ее. Я видел несколько ситуаций, не буду называть по именам. Это сложный процесс и нет легких способов путей. И если вы хотите, чтобы все было легко, либо не гоняйте вес, либо будьте дисциплинированным и держите себя на диете все время, около своего боевого веса. Ну и главное отличие в том, что именно на профессиональную сгонку мы на последние дни оставляем много килограмм. Потому что чем в последние дни мы больше сгоним, именно в последние дни, наш организм еще не успеет к этому весу привыкнуть, освоиться, и тогда мы успеем набрать много же килограмм. Потому что многие профи гонятся за тем, чтобы попасть в вес еще и нагнать, да, много килограмм. Вот я, в принципе, я на бой выхожу 85 килограмм, да, хотя дерусь 7,7. И, в принципе, я не объедаюсь ничего, я просто пью вот как надо, восстанавливаюсь там по литру воды в час, там первые несколько часов, кушаю, и вот уже я утро стою 85, я просто думаю. Вот, в принципе, в целом вот так вот. И еще раз я напомню, что сгонка это процесс индивидуальный. Не гонитесь за бешенными сгонками, берегите свое здоровье, понимайте и помните о том, что карьера это не один бой и все, два, да. Это, если вы хотите серьезное строить, то думайте о будущем, думайте о том, что все самые серьезные, дорогие, так называемые бои, ну, за которые получите деньги, ваши будущие перспективы, это в будущем, поэтому берегите за здоровье сейчас, а любители, кто гоняет именно тоже на любительские соревнования, не хочет строить профкарьеру, вы тоже не забывайте о том, что все-таки здоровье важнее, и если даже хотите согнать вес, то лучше урежьте себя во вредном питании и сделайте это умно и с головой, потому что сгонки легкой не бывает, и вся сгонка, я уверен, она очень нехорошо отражается в наших органах, вот. Но, с другой стороны, это неотъемлемая часть нашего процесса, и если вы будете делать все с головой правильно и не перегружать свой организм, то все будет нормально и пройдет без очень сильных последствий, поэтому подходите здесь максимально объективно, это раз, это вот, ну, объективность заключается в том, что вы должны объективно понимать, сколько вы сможете согнать, а не сколько все остальные гоняют, да, вы должны примерно понимать свой организм. Второе, это дисциплина, потому что любая ошибка, любая, даже секундная слабина, даже, там, не знаю, глоток какой-то, колы, там, что-то еще, он вам аукнется, и тогда весь процесс пойдет, пойдет под рукой, да, вот. Вот, мотивируйте себя, мотивируйте себя конечной целью, я себя мотивирую тем, да, что у меня бой, чем лучше я сгоню правильно, тем я буду себя лучше в бою чувствовать, моя форма сохранится, но успокаиваю себя тем, что диета – это чистка моего организма, я просто на, хоть на какой-то короткий период в году я питаюсь правильно, ищите в этом свои плюсы, потому что вы выбрали свою цель, да, и вы хотите выступить на соревнованиях, вы хотите хорошо выступить, вы готовились, и поэтому поймите, что сгонка и восстановление – это 50% победы. Фурусимид, обязательно. Каждый день по три таблетки фурусимида, и на третий день вы умрете. Вот, ну, нет, в целом, да, вот, кстати, про фурусимид, ни в коем случае, ни в коем случае, если вы не хотите просто взвеситься и уехать домой, тогда можно фурусимид. Если вы хотите выступать и драться, лучше не надо. В редких случаях кто-то, я знаю, это делает, но это когда у вас есть время восстановиться, но я противник этого, пиздуком, ну, полюбителем, я пробовал, да. Раз в два, там, стартом в год, может быть, это и можно, это, там, чистка организма, так называемая, но я знаю много историй, когда, вот, после фурусимида люди рвали связки, потому что, так сказать, сколько кальций у вас умывается, поэтому не гонитесь за легкими путями. Ну, восстановление капельницы, да, получается, вот у меня полтора дня, я в день после взвешивания ставлю три капельницы, я там по препаратам не буду называть, но это не то, что это все противозаконное, да, как бы это обычные стероиды, это как бы обычные там витамины, которые просто внутривенно, они усваиваются намного легче, да, они через кровь сразу поступают, вот. Вот, ну, восстановление я вообще делаю, так как у нас гонка, здесь даже восстановление будет отличаться, потому что, когда я гоняю по профи, гоняешь, да, ты, получается, на заливке водой вот эти 7 дней, ты убираешь всю соль, сахар, вообще все, ты можешь только есть огурцы, помидоры, редиску, даже без помидоров, огурцы, редиску и любое мясо вареное, без соли, ну, этого просто резина пожелал, вот. А перец, какие-нибудь другие приправы, что-нибудь? Ну, я и не ем. Что-то я знаю, что можно, вроде, даже перец, но я вот, мне шутикально можно, да, там можно яйцо, я знаю, и то, говорят некоторые, без желтка, ну, как-то там есть там, да, я ем иногда, вот, но вы тоже, брокколи, вот это можно, капуста, и так как вы гоняете, вы это кушаете в 6 дней и пьете только воду, то восстановление должно быть максимально аккуратным, аккуратным, потому что желудок у вас, он не привык вообще перерабатывать какую-то тяжелую пищу, поэтому я восстановлюсь аккуратным, там, сначала, в час по литру воды ты выпиваешь. Первый прием пищи очень легкий, это детское питание, я пью такое, вот, кашки, там, поел чуть-чуть, желудочек, он уже немножко, мы его, как называется, так вот, помазали, он уже готов, и уже потом, в следующий прием пищи, немножко фруктов я кушаю, там, виноград, там, что-нибудь такое. Я, может быть, это делаю неправильно, я просто рассказываю, как я делаю, да, там, если там ребята будут, то как там советуют, да, в комментариях, то все делают по-своему, я говорю, как я делаю. Потом, первым прием пищи я делаю уже просто макароны, это уже углеводики, они продаются к бою, потом уже макароны с мясом каким-нибудь легким, курица, птица, не жареная, супчик, ну, и вот так ем, да, там, тяжело, многие не понимают, что если согнали вес, взвесили, все, вы все сделали, нет, очень важно также правильно восстановиться, потому что если восстановиться неправильно, вся сгонка пойдет боком, нельзя объедаться сладкого, потому что вас может залить в день боя, много воды, объешьте, да, ну, это профит, я в основном говорю, просто перед одним боем восстановился, три раза кушал после взвешивания в день, два раза Бургер Кинг, по рублей 600-700, прям вот такие порции, и один раз Макдональдс, кто в бою, кто вздохал, вот, потом, короче, надо кушать то, что вам понадобится в бою и даст энергии, это углеводы, либо легкое мясо, то есть у вас желудок, можно сказать, неделю не работало, если вы жареного чем-то дадите, это очень вредно на будущее для здоровья, язвы, не язвы, да, там, ну, и плюс в бою, у вас будет ком здесь, вот, который даст только тяжесть и никакой энергии, а те, кто в день взвешивания у вас соревнования, с собой тоже возьмите какую-нибудь еду, легкое, углеводное, ну, я когда я дрался по рукопашке, я брал с собой бананы, шоколадку, попить чем, ну, и там, все, в принципе, я закинулся, похоже, вот, сижу, готов воевать, гоняйте вес, гоняйте вес правильно и побеждайте, а я Макдак.